Коллапс в области здравоохранения, экономический кризис и жесткие ограничения в повседневной жизни граждан. С этими вызовами в условиях пандемии коронавируса приходится сталкиваться как простым европейцам, так и правительствам стран Старого Света. Как справляются с ситуацией европейские лидеры? Евроньюз в партнерстве с исследовательской компанией Redfield & Wilton изучил мнение жителей четырех стран. Принимают ли в настоящее время правительства Германии, Франции, Италии и Великобритании надлежащие меры для борьбы с пандемией коронавируса? Большинство британских респондентов на этот вопрос ответили утвердительно. В Италии и Германии мнения разделились. 58% французов недовольны решениями властей. В какой степени вы одобряете то, как Ангелы Меркель, Эммануэль Макрон, Марио Драги и Борис Джонсон справляются с кризисом, связанным с коронавирусом? Лишь четверть опрошенных французов одобряет действия президента. Напротив Драги, Меркель и Джонсон пользуются гораздо большей поддержкой граждан. Канцлер Германии набрала наибольшее количество баллов. Ее действия поддержали 48% опрошенных. С самого начала ЕС изо всех сил пытался найти общий подход к борьбе с пандемией. Респонденты обратили внимание на результат. Во всех четырех странах преобладает мнение, что государства-члены Евросоюза действовали раздельно. Этим особенно недовольны в Италии, которая во время первой волны пандемии жаловалась на скудную помощь со стороны Евросоюза. Между тем, в Великобритании покинувшие сообщества четверть опрошенных считают, что в ЕС согласовали меры по борьбе с коронавирусом. Помог ли Евросоюз непосредственно вашей стране? Как это ни парадоксально, но 41% итальянцев полагают, что Брюссель оказал поддержку Риму. Во Франции больше трети опрошенных не смогли определиться с ответом. Более 50% немцев заявили, что ЕС, по их мнению, не содействовал Германии в период пандемии. Негативно настроенные жители Великобритании, хотя королевство находилось вне рамок скоординированных мер со стороны Брюсселя. Слабым местом в кампании по борьбе с коронавирусом оказалась вакцинация. Она разворачивалась медленно и буксовала из-за срыва поставок прививок. Как повлияла пандемия на отношение жителей стран ЕС к членству в сообществе? Увы, мнение о том, что санитарный кризис усилил аргументы в пользу Евросоюза, придерживается меньшинство респондентов во всех четырех странах, где проводился опрос. Более 40% участников анкетирования считают, что пандемия ослабила доводы в пользу существования блока. Европе предстоит пройти еще долгий путь в борьбе с пандемией и ее последствиями. Брюсселю остается надеяться на то, что европейская программа вакцинации в конечном итоге позволит изменить настрой граждан ЕС на более позитивный.